всем привет друзья с вами Илья Карифан и с нами на связи Алексей Таварин из города Сан-Франциско адвокат который сегодня выиграл два кейса два суда поздравляем вас и я слышал поговорить с вами сегодня вы сказали что у вас один из кейсов которые вы просто ну бесплатно людям помогали что-то за люди и как как они на вас вышли вы или на них вышли не это это оба эти кейсы я бесплатно помогал это были это были две девушки из камеруна которые сидели в детеншн центр и они не имели абсолютно средств на то чтобы оплачивать адвоката и как бы я связался с коллегией нашей с ассоциацией адвокатов с ассоциацией иммиграционных адвокатов сказал что я им помогу бесплатно ну и слава богу что все хорошо у них было очень жалко потому что они претерпели очень серьезное очень серьезное преследование со стороны властей камеруна поэтому даже когда судья зачитывал обеим им решения было очень эмоционально смотреть на них потому что они там у них знаешь такие прямо истерика была прямо одна на колени упала начала там благодарить но как бы у людей такой знаешь нервный срыв был так что так что слава богу что все хорошо поздравляю класс а скажи вот вопрос у всех адвокатов у них должна быть какая-то квота что там они в году должны бесплатно там послужить или там что-то сделать это есть такое правило нет 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 такого права нет это просто если если человек хочет помочь просто он помогает как бы а такого нету что мы обязаны что-то бесплатно делать просто если человек захотел он помогает просто и все. Ну, здорово, приятно слышать от вас. Спасибо. Скажите, что сегодня вы услышали от судьи, какую-то весть, это касается эмиграты через Мексику. Что сейчас актуально, что происходит? Люди у меня недавно в комментариях спрашивали, что за новости, обновите нас. Да, Илья, как бы, ну, да, возвращаемся теперь к самой главной теме, да, которая на сегодняшний день остается, разумеется, главной темой. Конечно, всех очень сильно волнует ситуация на границе после того, как вступил в силу закон, как бы, Верховного Суда о том, что теперь уже 100% нужно получать убежище, по крайней мере, попытаться получить убежище в Мексике, если человек приезжает через Мексику, да, как бы, я просто напоминаю, да, о чем закон. И если у человека есть отказ из мексиканского, от мексиканских властей, тогда, пожалуйста, вы можете уже поставить схеме, вы заходите в Америку и вы имеете право, как бы, просить политическое убежище. Проблема заключается в том, что мы с тобой об этом записывали видео, когда это все произошло, да, и как бы я объяснил, в чем суть дела, но опять-таки сегодня повторяемся отчасти по одной только простой причине, что меня продолжают, разумеется, бомбить люди звонками на скайпе, на телефоне и так далее, как бы задавая этот вопрос, что происходит, что происходит. И я хочу, как бы, это видео записать, потому что к сожалению, как и с любой другой новостью, на каждую новость существует миллион разных мнений. И люди получают неправильную информацию или люди сами придумывают неправильную информацию и делают ошибки. Соответственно, я хотел просто это так в очередной раз осветить с надеждой на то, что тем, кому это надо, они это увидят и примут к сведению. Да, одна, как ты правильно упомянул, одна еще основная причина, почему именно сегодня, потому что, как я уже упомянул, я раньше об этом рассказывал, но несмотря на то, что записали видео, все равно я вижу, что люди приезжают и многие, знаете, следуют по этой схеме, знаете, русский авось, когда они заходят, ну, Алекс, мы уже приехали, ну, ладно, мы уже зайдем, а там будем смотреть, да. Вот, и конечно, ну, каждый имеет право делать то, что он хочет, но я хочу просто сегодня подтвердить эту информацию, что я сегодня имел возможность вот с этим судьей, когда я представлял сегодня два кейса, после этого я имел возможность немного переговорить с судьей и задать ему прямо этот вопрос в лоб. Я ему спросил, как бы, было ли у него уже разрешено, было ли у него уже кейс, когда он рассматривал человека, который пришел через Мексику, но не просил, но не просил убежища в Мексике, и что произошло с этим человеком. Он сказал, что у него лично не было, но, как бы, у его коллеги, у его коллеги этот кейс, такого рода кейс уже был. Я спросил, как бы, и чем это закончилось, и он говорит, ну, асайлом у политического убежища не дали, разумеется, дали withholding of removal. И мы, помнишь, с тобой в предыдущем видео мы, в принципе, немного оговаривали, да, что такое withholding of removal, то это, это, в принципе, ну, подвешенное состояние никуда не без выезда. Да, подвешенное состояние, у тебя нету green card, тебе просто, грубо говоря, Америка говорил, ну, ладно, живи здесь. Но и в плане, в плане выигрыша, точно так же, как сегодня мы с судьей оба согласились, потому что мы понимаем, про как работает право, как бы, мы, адвокаты, как бы, судьи, понимаем, что еще один момент важный, это, что вот, Холгиновый removal, с точки зрения доказательной базы, выиграть стандарт выше, то есть его выиграть тяжелее, чем убежишь. Вот. Поэтому, как вот, я хотел записать это короткое видео, чтобы суммировать все, что вот сегодня у меня был разговор с судьей, я также имел несколько разговоров, таких же с прокурорами, потому что они тоже имеют доступ к огромному количеству кейсов, с одним прокурором я в Лос-Анджелесе разговаривал, с одним прокурором в Сан-Франциско, и как бы, они тут сказали, что, как бы, мы к этому готовы, и мы, типа, мы сильно работать не собираемся, потому что это вы, типа, имеется в виду адвокат, вы будете много делать работы, а мы там будем сидеть просто и ждать, пока к нам повернется судья, и тогда мы скажем, как бы, ну, да, кейс хороший, но на убежище они не имеют права, там, из-за закона. И как мне сегодня сказал судья, когда я его спросил, а есть ли какая-то, есть ли какая-то где-нибудь там ниша, где все-таки вы имеете право где-то как-то в каких-то определенных случаях или при каких-то полных обстоятельствах давать убежище? Он сказал, что нет, для меня существует закон, и почему я должен, почему я должен, как бы, нарушать закон. Поэтому вот это вот, как бы, те новости, которые, которые остаются в силе, просто подтвержденные. И моя рекомендация остается та же самая, что если вы едете через Мексику, я понимаю, что для многих людей, для всех людей это, конечно, дополнительная головная боль, потому что, потому что это, разумеется, для вас это и время, и деньги, и проживание, и все прочее. Но если вы хотите получить политическое убежище, к сожалению, находите пути подавать на убежище в Мексике. И я очень надеюсь, опять-таки, этой информации тоже какой-то статистики у меня нет еще. Но я очень, из того, что я понимаю, я очень надеюсь на то, что Мексика не очень заинтересована раздавать политическое убежище людям. Вот. Поэтому будем надеяться, что это будет просто как очередной, как бы, дополнительный этап к прохождению и получению вами убежища в США. Ну, да, это здорово. То есть, другим словом, вы в поисках человека или адвоката в Мексике, который может помочь получить отказ. Потому что, если человек попросит убежище и получит убежище в Мексике, то в Америке ему уже не светит убежище. Да, да. Я думаю, здесь у тебя такой грань. Либо вы сюда получаете убежище, либо сюда. И людям, которые уже проходят этот путь, если вы что-то уже узнали, пишите мне в комментариях, пожалуйста, что вы уже узнали, где, как, чтобы нашим аудитории ввести в курс. Алексей, прошу, чтобы вы тоже искали людям ответ. Потому что мне звонят миллионы людей. Ну, не, судя на миллион, просто много людей пишут. Я не знаю, что мне отвечать, поэтому я вас приглашаю на эти эфиры. И все давайте дружно, давайте сделаем такой глобальный ответ на вопросы в комментариях или в нашей группе эмигрант в Сахар Мэн. Да, да. Я за, как бы, я продолжаю, как бы, мой поиск, как бы, познакомиться и пообщаться с мексиканскими адвокатами, которые впоследствии смогут помогать моим клиентам. Потому что меня, разумеется, люди спрашивают, те, которые хотят со мной работать в дальнейшем. Поэтому будем на связи. Я, как и что-то... У меня еще вопрос. Можно... У меня друг недавно задавал вопрос. Если он сюда прибыл по визе, но у него есть там притеснение, и он подает на убежище, и при этом его жена приезжает через границу, просит убежище. Как в их ситуации, что светит? With hold of removal? Или они могут все-таки получить убежище? Вот такая вот ситуация на стандартном. Нет. Так как он является основным заявителем, и он идет по своему кейсу, и он приехал не через Мексику, он может... Он претендует на политическое убежище. То есть, если он докажет свой кейс, он получит политубежище. Его вся семья тоже получит политубежище. То есть, такой способ остался, если один член семьи получает приезжать сюда легальным образом? Да, я не вижу причины. Я не вижу причины ему отказать, потому что он приехал по визе, и на него закон не распространяется. Окей, это хорошо услышать. Тогда, друзья, если у вас есть вопросы, пишите лично, либо в комментарии, либо лично Алексею под видео есть вопрос, именно как задать ему. Вы уже, я так слышал, больше тысячи вопросов вам уже задали, и вы их ответили. Да, уже приближаемся к полторы тысячи вопросов, так что пишите. Здорово. Друзья, это был Илья Альфан, Алексей Таварин, адвокат иммиграционный. Спасибо вам за помощь, вам хороших победных еще кейсов. И те, кто сейчас в притеснении, друзья, знаете, что есть выход. Старайтесь и изучайте темы, как попасть в свободную страну. Не обязательно это в Америку, не подумайте, что я всех живу в Америку. Просто ищите способ, чтобы жить свободно и счастливо. И есть выход в жизнь. Все. Все. Всем удачи, Илья. До свидания. Счастливо. С радостью. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok